Привет, моя любимая группа! И привет, все мои зрители и подписчики на YouTube! Вы, Соня Киршин, на канале о моде и стиле. Я начинаю новую серию видео, которую посвящаю вопросу, как найти свой стиль. Если вам это интересно, продолжайте смотреть. И спасибо, что вы со мной. Не забывайте подписываться на мой канал, впереди у нас очень много интересного. Сегодня 20 февраля, и вдохновил меня начать, наконец, эту серию видео. Но новый журнал Vogue, который я получила вчера, пролистала и поняла, что я увидела столько прекрасных коллекций и в интернете, и в момент, когда они выходили, и их обзор в журнале Vogue, что просто молчать больше я не могу. И мне есть столько всего интересного вам рассказать. Что такое сама идея того, как найти свой стиль? И, в первую очередь, зачем это нужно сделать? Есть противоречивые мнения на этот счет. Например, существует мнение о том, что свой стиль необходимо найти для того, чтобы вкладывать средства, вкладывать время в покупку тех вещей, которые будут поддерживать этот стиль. Но у меня тут же возникает вопрос, даже два вопроса. Как тогда быть индивидуальностью, если мы нашли свой стиль? Если количество стилей довольно ограничено, современных стилей. Мы же не будем сейчас, и в этой серии видео мы не будем говорить о стиле Ренессанс, который, безусловно, прекрасен, но не имеет большой связи с нашей повседневной действительностью. И возникает второй вопрос. А что будет через год, два-три, когда мы нашли свой стиль, когда мы вкладывали деньги в определенные вещи, дешевые, дорогие или очень дорогие, не имеет сейчас значения? Но женщина это существо, которое постоянно стремится к переменам, нам все время хочется чего-то нового. И это прекрасно, потому что это именно то, что движет нас вперед, что продвигает прогресс, что заставляет нас действовать, меняться и принимать решения. И вот через три года нам снова захочется поменять свой стиль, и что будет с теми вещами, которые мы уже приобрели? Мы начнем искать свой стиль, начнем вкладывать деньги в другой стиль, и это будет продолжаться бесконечно. Давайте представим себе гипотетическую ситуацию, когда каждый человек нашел свой стиль. Хорошо ли это или плохо, но есть люди, которые интересно одеты и люди на улицах. Давайте назовем это так, глядя на которых дизайнеры вдохновляются, а люди, глядя на то, что делают дизайнеры, вдохновляются, соответственно, и это двигает ими, чтобы начинать экспериментировать, чтобы одеваться интересно. И это именно та группа людей, которая на улице одета интересно. Представьте себе, что эта группа, каждый в ней нашел себя, нашел свой стиль, и больше никто не экспериментирует, больше никто ничего не смешивает. И в каком-то смысле круг замкнулся. А ведь в последние 20 лет в мире не происходит ничего такого, что могло бы кардинально повлиять на моду. Так как, например, произошло, скажем, между 50-ми годами и 60-ми годами, мода отличается разительно друг от друга. Вдруг нью-лук Диор с пышной юбкой в первоначальном, в самом первозданном виде ушел в прошлое и уступил место кардинально другой моде, связанной с исследованием космических технологий. Человек стал следовать космос, появились мени-лубки, появились синтетические ткани в огромных количествах. И это было просто, я думаю, что самая серьезная перемена моды, которая произошла между 50-ми годами и 60-ми. За последние 20 лет ничего подобного не случалось. И все, что делают дизайнеры, и все, что делаю я и мои коллеги, это мы рассматриваем все то прекрасное, что было создано в 20-м веке, в 19-м веке, в 21-м веке. И мы пытаемся найти какие-то интересные сочетания, мы пытаемся включить в современную моду, мы не пытаемся включить, мы это делаем, современные технологии тканей, которые выполнены, которые сделаны с использованием современных технологий. Но, тем не менее, так как в обществе не происходит ничего глобального потрясения, никакого не происходит, то все, что мы делаем, это смешиваем, пересматриваем, переворачиваем и добавляем новые материалы. Что, в принципе, прекрасно. Давайте изучим каждый стиль, давайте поймем его, давайте прочувствуем его, и тогда мы сможем понять, что взять для себя, что взять из другого стиля, и как из двух и даже трех стилей мы сможем составить современный образ, который подходит нам лично, подходит для лично нашего видения мира и для той конкретной ситуации, в которой мы хотим предстать в этом образе. Как-то так. В этой серии видео я хочу познакомить вас с несколькими стилями, которые имеют отклик в современной моде. То есть, это те стили, с которыми постоянно так или иначе работают дизайнеры и трансформируют их в нечто новое, обновленное, нечто прекрасное и вдохновляющее. И таким образом, я думаю, что поняв основу каждого из этих стилей, а их на самом деле не так много, поняв, кто их создал, когда, кто те люди, которые несут их в мир сегодня, кто они по характеру, какова их суть, чем они дышат. Тогда, к примеру, мы сможем сказать, в 25 лет кто-то из нас скажет, гранж это не мое, я из него уже вырос, а кто-то в 55 лет скажет, что в гранже я нашел себя или нашла себя, потому что я этим дышу, я вижу мир именно так, и гранж это мое. Если вы увидите в этой серии видео, что где-то меня заносит, и я начинаю вам рассказывать, как первый роман Габриэль Шанель повлиял на классическую моду 21 века, в комментариях остановите меня, пожалуйста, потому что быть для вас полезной, быть для вас интересной, для меня важнее, чем показаться умной. И сегодняшний разговор мы начинаем с классического стиля и с того, что я хочу развенчать некоторые мифы и ошибки, связанные с употреблением слова классический стиль в отношении одежды. Понятие классика, классический имеет отношение к древнегреческому искусству 5 века до нашей эры. Казалось бы, что общего у древнегреческого искусства 5 века и классической одежды? Я думаю, что общие черты — это неподвластность времени, это некая консервативность, это некое первоначальное состояние, которое не терпит временных вмешательств и каких-то современных веяний. И таким образом можно понять, что классический балет, классическая одежда, классическое кино, да, имеют некоторые общие черты с классическим искусством древнегреческим 5 века до нашей эры. На этой вешалке, тем не менее, я приготовила одежду, которая не является классической в первоначальном понимании этого слова. Потому что на самом деле найти классическую одежду сейчас в продаже или найти людей, которые одеты классически, очень трудно. Это некоторые дипломаты, некоторые президенты и некоторые члены королевских семей в определенных обстоятельствах. В каких обстоятельствах? Когда эти люди выступают публично и необходимо, чтобы окружающие слышали и воспринимали только то, что они говорят, А чтобы их одежда полностью молчала и не говорила ничего. Вот это и называется классической одеждой. Она настолько нейтральна. В ней полностью отсутствуют принты. Если это женский образ, то это застегнутый на все пуговицы жакет, юбка чуть ниже колена, присутствие колготок обязательно, обувь только закрытая, блузка или рубашка застегнутые до последней пуговицы, волосы собраны, макияж самый, что ни есть, нейтральный. Для мужчины это брючный костюм с полным отсутствием, естественно, принтов. Цвета очень сдержанные, рубашка застегнута на все пуговицы, наличие галстука. В общем, на этой вешалке то, что дизайнеры, то, во что дизайнеры трансформировали классический стиль, и нет предела количеству этих трансформаций. И я, как дизайнер, тоже, конечно, с этим экспериментировала во время учебы и продолжаю это делать сейчас. Это вот такие брюки, которые выполнены из трех разных клетчатых тканей. Все это шерстяные ткани. Они имеют разную ширину плесировки. Я их очень люблю. Проект был, безусловно, успешным. Еще один мой эксперимент с классическими элементами одежды, а именно с клеткой тортан, очень классической расцветки. Это вот такая макси-юбка с прозрачными вставками и такими элементами, напоминающими британский флаг. Этот проект был посвящен британской культуре. Ну, а прежде чем составлять собственные образы, я хочу вам показать несколько луков с показов сезона «Осень-зима 2018», которые имеют в себе мотивы классической одежды. Бренд «Аудра». Сейчас вы его видите. Это такой удлиненный жакет на двух пуговицах, не приталенный, свободного силуэта. «Аудра». Очень широкие брюки и жакет с асимметричной застежкой. Все выполнено из тяжелого шелка черного. Вполне может быть, естественно, очень эффектным вечерним комплектом. «Аудра», юбка Гаде, расклешенная юбка с вставками из бархатной ткани и бархатная блузка. Обратите внимание на ботфорты с золотыми мотивами, которые уходят под юбку. Это то, что я вам рассказывала и показывала в своих предыдущих видео. И мы говорили об этом и в теме про ботфорты, и в теме о цветочных принтах. Если вы не видели эти видео, очень рекомендую к ним вернуться. «Нарцисса Родригес». Это слои, очень эффектный образ, игра полоски здесь, ткани очень плотные. И «Том Форд». Очень широкие лацканы. И мне понравилось несколько образов из коллекции Джонатана Коэна. Они несколько напоминают мотивы 70-х годов. Сейчас вы видите жакет с широкими лацканами. И он явно оверсайз. А расцветки, говорят, и интерьер немного напоминают нам 70-е годы. Здесь вы видите жакет, который чем-то напомнил мне классический жакет Ивсен Лорана. И здесь вы видите, пожалуй, образ, который больше всего напоминает 70-е годы. И по цветовой композиции, и по форме брюк, и по форме лацканов. Те примеры классической одежды, которые я нашла в интернете, как я уже сказала, найти их довольно трудно. И даже здесь есть некоторые допущения. То есть, в одном случае, это майка надетая под жакет, а не рубашка. Как того бы требовала действительно, скажем, протокол. А во втором случае, несмотря на то, что жакет застегнут на две пуговицы, образ имеет вот такой вот бант на шее, модный, остромодный. В последних коллекциях вы часто увидите его. Но именно в контексте классического костюма неуместный. Но это то, что я нашла. Первый образ, который я хочу составить, прежде всего, будет опираться вот на это пальто. Это пальто я сделала в рамках своего проекта. И посвящен он был искусству и работам Фриди Кало. Пальто в клетку. Очень крупная клетка, шерстяная ткань, довольно плотная. Подклад в цветах и в таком орнамент, который напоминает нам последние коллекции Гуччи. Вернее, их ретроспективу. На спине это вот такой довольно крупный принт, который я сделала в технике сублимация. И принт разделен по секциям самой клетки. Технически это было непросто сделать, но эффект получился довольно интересный. И вот вокруг этого пальто я буду строить сегодняшний первый образ. Я хочу добавить к пальто вот эти светлые брюки. Я не знаю, видно ли вам это сейчас, в данный момент. Они тоже шерстяные и имеют тонкую полоску. Это будет вот так смотреться вместе. И я добавлю в этот образ коричневую рубашку, которая сделана из ткани под замшу. И мне хотелось бы еще добавить в этот образ жакет. В пользу жакета в клетку. Говорит тот факт, что пальто тоже имеет клетку. И сочетание двух клетчатых тканей в одном образе, безусловно, это тренд. И это может быть очень интересно. А в пользу жакета бархатного говорит то, что рубашка тоже имеет замшевую текстуру. И вместе это идеальное сочетание и по цвету, и по текстуре. Я буду экспериментировать с этим жакетом в том числе. Хочу призвать вас экспериментировать и пробовать разные образы. Если вы в нем не уверены, если вы хотите экспертное мнение, пожалуйста, задавайте мне вопрос в группе Smart and Fashionable Blog на Facebook. Я всегда нахожу время отвечать на ваши вопросы. Моя задача сейчас показать вам, что такое качественно деланный жакет в данном случае. Или вообще качественная одежда, выполненная из клетчатой ткани. Все дело в совмещении клетки. И когда речь идет о массовом производстве, одна из задач производителя это сэкономить ткань. Потому что это естественная экономия денег. И тогда происходит следующее. Впереди клетка совмещена между рельефными швами. Сзади она, возможно, совмещена между рельефными швами. По бокам она не совмещена никогда. Тут есть еще один элемент, который необходимо совместить. Эта клетка совмещается на полочках жакета и на рукаве. То есть, вот эта полоса должна переходить в полосу на рукаве. И не важно, насколько это крупная клетка. Это, безусловно, должно выполняться. И крупные бренды, люксовые бренды, конечно, выполняют все эти условия. Потому что экономия ткани для них не такой острый вопрос. Еще одна вещь, на которую я хотела бы обратить ваше внимание, это, если мы составляем классический комплект, то топы подобного плана могут быть прекрасной заменой классическим рубашкам. В первую очередь, потому что они не мнутся и не требуют глажки. Мы можем взять их с собой в поездку, в командировку. Если мы снимаем жакет, мы остаемся вот в таком топе, который, если правильно декорировать брошью или другими аксессуарами, сейчас не буду углубляться в эту тему, то получится прекрасный образ Day to Night. Это топ, топы подобного плана. Естественно, лучше брать однотонные, чтобы не было лишних, излишних деталей, излишних вопросов по поводу вписывания их в комплект. Однотонные топы подобного плана – это прекрасная замена рубашкам в деловых костюмах и в классических костюмах. Какую обувь я выберу для этого классического нового модного комплекта? И не упрекайте меня сейчас в том, что это не по сезону, что это летние туфли. Я экспериментирую и я буду мерить. И мне все-таки хотелось бы сделать этот образ более легким, летящим. Я использую достаточно тяжелое пальто, и я думаю, что туфли элегантные, туфли минималистического, с минимальным покрытием ноги, внесут в него ту самую легкость, которую я ищу. И я думаю о двух парах. Одна из них – это вот такие атласные туфельки с небольшой отделкой из змеиной кожи. Она очень неброская и, в принципе, даже не может считаться дополнительной текстурой в комплекте, настолько она имеет небольшую массу. Или я надену вот такие туфли, которые имеют остромодный каблучок рюмочкой и остромодную вот такую форму. Бант тоже играет определенную роль, которую мы не можем игнорировать. Насчет этих туфель я не уверена. В качестве туфель для другого комплекта, который содержит в себе меньше деталей, меньше принтов и меньше информации, они были бы прекрасным дополнением, но в данном комплекте действительно нужно просто все это мерить. Возможно, из-за длинной брюк мне придется остановиться на паре с более высоким каблуком. Это все, что я хотела рассказать вам о классическом стиле в одежде. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много-много интересного. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок